Сам себе хакер в США, 11-летний подросток, всего за 10 минут взломал сайт, который обеспечивает выборы в США, но получил не штраф, а приз. Все подробности знает Дмитрий Анукченко. Выборы в Конгресс уже в ноябре, но страна по-прежнему не защищена и вмешаться в ход подсчета голосов способен даже ребенок, уверяют в Демпартии. Ну а тем, кто не согласен, готовы предоставить доказательства. И вот одно из них. На днях, на хакерской конференции в Лас-Вегасе, 11-летний пацан у всех на глазах запросто взломал сайт избирательной системы США, меньше чем за 10 минут. Легко преодолел защиту сайта, затем изменил результаты выборов в штате Флорида. Более того, помимо него с задачей, пусть и за большее время, справились еще 35 человек, старшему из которых 17, а младшему 6. Понятно, что нарушать закон им никто не дал. Взламывали не реальный сайт, а его точную копию. Но факт сам по себе поразительный, когда даже 6-летний ребенок смог поменять имя победителя на выборах и количество полученных им голосов. Когда в прошлом Соединенные Штаты отказались от бумажных бюллетеней и перешли на так называемое электронное голосование, многие говорили, ну наконец-то, теперь все будет прозрачно, ни у кого не будет сомнений в честности результатов. Но, как рассказали мне в комитет Конгресса, первые тревожные звоночки появились еще в 2016-м. Тогда стало ясно, что хакеры получили доступ ко всему программному обеспечению для проведения выборов, а еще к базам данных финансирования компании и к спискам избирателей, причем пытались их редактировать и изменять. Все это было еще при Обаме, но за два прошедших года Штаты так и не смогли ничего кардинально изменить. Софт остался прежним, устройство для голосования, все с теми же устаревшими протоколами безопасности. Этот пост в соцсети на днях шокировал Америку. Девчушка снимает на видео, как взломать машину на избирательном участке. Ловкость рук и никакого мошенничества. Эта машина применяется в 18 штатах. Я сейчас покажу, как ее можно взломать всего за две минуты. И действительно, меньше 120 секунд несложных манипуляций и получен доступ к меню, в котором что угодно можно изменить. Так что Конгресс не зря обеспокоен. Проблема очень серьезная, раз уязвимость избирательных технологий очевидна даже детям. Но чтобы попробовать что-то поменять, осталось всего-то два месяца. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.